Добрый день, с вами Ашот Газазян и Кругобщение. Сегодня мы встречаемся в нашей студии с Александром Лапшиным, которого вы, конечно, хорошо знаете все. Приветствую. Приветствую, Ашот. Начнем с новостей. Новости, к сожалению, нас не радуют. Называется, приехал в Армению и начались блокировки Лачинского коридора. Я, собственно, тут вот две недели нахожусь и, примерно, две недели назад это все и началось. Но в этом есть и позитивный момент. То есть, как мы знаем, стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. То есть, режим Алиева себя очень сильно компрометирует вот этой ситуацией. И как бы это не было трагично для 120 тысяч жителей Арцаха, которые фактически оказались в блокаде. И плюс добавим к этому то, что Азербайджан предпринял 12-13 сентября, когда оккупировал почти 100 квадратных километров, насколько помню, армянская территория в районе Джермука. И азербайджанские позиции уже практически в Джермуке находятся. В тактическом, скажем так, в долгоиграющем аспекте, мне кажется, это в интересах Армении. Потому что на протяжении 30 лет, вне связи с тем, считается Карабах армянским или не считается, вот это как бы исторические моменты можно убрать, но с точки зрения международного права Азербайджан выигрывал. И на информационном поле тоже выигрывал. У них было четыре резолюции принятые против Армении, еще в 90-х это было. И фактически Армения после Карабахской войны, второй Карабахской войны 20-го года, да, были огромные жертвы, да, это все трагедия, да, были беженцы, потерянные земли, потерянные исторические места, церкви, монастыри. Но в плане политическом Армения значительно укрепилась и выиграла. Потому что сейчас мировое сообщество видит Азербайджан как агрессора. И это совершенно уже бесспорно. То есть то, что они находятся на армянской территории, это хорошо для Армении. Я понимаю, что это звучит очень странно, что как так вот на вашей территории сидит враг и что хорошего. А это очень хорошо, потому что это ставит Азербайджан в потенциально невыгодное положение. То есть они этим хотят надавить на руководство Армении, находясь на армянской территории и заставить Армению подписать договор о границах на невыгодных для Армении условиях. Но фактически они загнали себя в угол. И второй момент, на мой взгляд, азербайджанцы абсолютно не удовлетворены результатами второй Карабахской войны. Хотя с точки зрения Армении это было поражение Армении. Но с точки зрения Азербайджана, скажем, это тоже было в значительной степени поражение. Потому что российские войска сейчас находятся там. И именно они определяют будущее, получается, вот этого региона. И именно от них зависит, что будет дальше с Арцахом, с Нагорным Карабахом. И я думаю, не будет ничего такого, что обрадует Азербайджан. И чувствуя это, и также в связи с тем, что сейчас происходит на Украине, все эти трагические события, мне кажется, Алиев пытается использовать вот это вот, как ему кажется, окно возможностей, когда Россия отвлечена туда, а с другой стороны народ Азербайджана начинает, собственно, понимать, что это была не победа, это была первая победа в Карабахе. Потому что фактически они, можно сказать, ничего не получили. То есть пропагандистский эффект, на мой взгляд, уже закончился, но два с половиной года прошло. Пропагандистский эффект уже закончился. И сейчас народ Азербайджана банально может задать, и уже задает вопрос руководству, а дальше что? То есть вместо армян мы получили русских. Были армяне, с которыми возможно было как-то там двигать переговорный процесс. Сейчас там находятся русские, с которыми двигать нечего. Они помогают им, русские? Я, честно говоря, не думаю. Я не думаю, что помогают. Я бы это сказал по-другому, более дипломатично. Они действуют, исходя из своих интересов. И я не думаю, что помогать Азербайджану, это интерес России. Если бы они хотели помочь Азербайджану, они бы не ввели туда миротворческий корпус еще тогда. И не секрет, что если бы Россия там не ввела войска, они бы взяли и Степанакер тоже. Но по какой-то причине им не дали это сделать. Ну, не секрет, что Степанакер был фактически открыт. Они могли туда ввести войска и захватить остатки Арцаха, но они это не сделали. Вот потому, что этого не произошло, видимо, президент Алии Витарупец, а сейчас? Мне кажется, что Россия ввела туда войска, и это было, на мой взгляд, несколько неожиданно. И для Армении, и для Азербайджана. Мне кажется, уже было очевидно на каком-то более высоком уровне, что Армения рискует потерять все. И к потере всего Арцаха было, в общем-то, уже все готово. Но в какой-то момент решила Россия просто схватиться за эту ситуацию, ввести туда войска, и снова, скажем так, подчинить себе регион. Потому что последний российский солдат покинул территорию Азербайджанской республики в 93-м году. Это из Габалы. Да, из Габалы вывели последних этих вот ребят, которые там сидели вот на этом радаре знаменитом. И все, их там не было. Теперь они снова там. Они находятся в 20-30 километрах от трубопровода Баку-Тбилиси Джейхан. Они расположили там довольно серьезные силы. У них там не просто наблюдатели, а надо понимать, что там находится и разведка, и военная разведка. То есть они прослушивают, они мониторят, они находятся в центре событий. И это последнее, чего хочет Азербайджан. Но также понятно, что Россия сейчас очень сильно увязла на Украине. И Азербайджан пытается убить двух зайцев. С одной стороны, оказать давление на Армению, а с другой стороны, они пробуют Россию на слабо. То есть они пытаются изменить статус-кво в Арцахе. И вот эти вот все перекрытия трасс так называемыми экологами из ведомства КГБ Азербайджана, генерала Нагиева, вот все эти экологи-КГБшники, в общем-то, понятно, какую цель они ставят. Они пробуют, насколько они смогут продвинуться, и россияне не будут реагировать. Пока что они продвигаются, и россияне не реагируют. Или реагируют недостаточно эффективно. Поэтому наверняка будет следующий шаг со стороны Азербайджана. То есть помимо экологов сейчас, наверное, поедут какие-нибудь сельхозработники, чтобы ознакомиться с ситуацией, так сказать, на полях, например, Артакерского района. Потом поедут какие-нибудь родственники, погибшие в Ходжалы, которые хотят попасть на могилы убитых, невинно убиенных. То есть это все будет продолжаться до того момента, пока Россия не скажет стоп. А в какой момент Россия скажет стоп? Это большой вопрос. Поживем, увидим. Я хотел просто сказать еще и о том, что на сегодня, это к вопросу о том, что проблему Нагорного Карабаха Азербайджан решил в свою пользу не в полной мере. На сегодняшний день турецкие генералы напрямую консультируют вооруженные силы Азербайджана, генштаб. Вот недавно один генерал стал советником министра обороны Азербайджана. А все это подтверждает ситуацию о том, что на сегодня мы имеем в лице двух стран, Турции и Азербайджана, одну единую армию. И это армия НАТО. Члены НАТО. Если честно, мне не кажется, что это армия НАТО. У Турции же армия НАТО. Да, но то, что делает Турция, это не является решением НАТО. Потому что, исходя из доктрины НАТО, они, собственно, защищают членов своей организации. В данном случае, если один из членов организации проводит какую-то военную миссию за пределами НАТО, то это не является проблемой НАТО. И второй момент. То, что они назначили советника, ну, они просто официально оформили то, что было уже давно. Мы прекрасно понимаем, что советник появился не вчера. Советники появились, я думаю, более чем 10 лет назад, а в течение Арцахской войны они просто там были в прямом смысле... И не просто советники, а и турецкие военные, и турецкие летчики, и турецкие разведчики, которые, думаю, работали и работают в том числе и в Ереване. Поэтому я не думаю, что произошло что-то новое. Просто они, как сказать, они делают шаг вперед, они тестируют на слабо. Если не следует реакция, они это как бы... Ну, одна цель у таких шагов. Просто напугать Армению. А Армения вроде бы как бы не особо пугается. Мне кажется, Армения заняла очень правильную позицию. При всем при том, как вот мы уже говорили, что страшно, что происходит в Арцахе, при всем при том, что оккупирована часть армянской территории в районе Джермука, что там были сотни погибших армянских солдат, ну, кстати, еще больше азербайджанских, что они скрывают, да? При всем при этом в политическом плане международном Армения выигрывает. Армения однозначно выигрывает, а Алиев проигрывает. И поскольку я постоянно мониторю азербайджанские медиа, азербайджанские группы и общаюсь периодически с различными азербайджанскими оппозиционерами, в основном живущими в Европе, я вижу, что вот эта вот тема, на которую они могли выезжать на протяжении 30 лет, армяне, оккупанты, Карабах, Ходжалы, все там вперед, вот эта тема уже постепенно сходит на нет. Потому что все больше и больше обычных азербайджанцев понимают, что Алиев завел страну в тупик. И спасением для Алиева было бы заключение мирного договора с Арменией. При этом, я уверен, они бы отвели войска в Джармуке. То есть это делается, чтобы оказать давление на правительство Пашиняна. Но в принципе это восточный торг. Вот я как человек, который прожил более 30 лет на Ближнем Востоке, это же торг. Тебе говорят высокую цену и пытаются загнать тебя в угол. А на самом деле им нужно немножко. Им нужен договор, который фактически узаконит территориальную целостность Азербайджана. То есть в тот момент, когда Пашинян подпишет мирный договор на условиях Азербайджана, то есть что Арцах является частью Азербайджана, прекратятся все проблемы в Джармуке. Проблема в том, что что будет с жителями Арцаха. То есть и понятно, что Армения на этот мир, на невыгодных для себя условиях пойти не может. По крайней мере, я на это надеюсь. Реакция международного сообщества, которая была, как ты говоришь, выгодна нашей стране, Армении. А каким результатом это может привести? Просто реакция, да, положительная, да, громкая, шумная. Все об этом сейчас говорят. Но какие результаты она может иметь для защиты, собственно, территориальной целостности Армении, защиты права и безопасности Карабаха и так далее? Мне кажется, тем, что Азербайджан загнан в угол, и тем, что они совершили две ошибки, тактических и политических, это первое, то, что они оккупировали территорию, собственно, Армении, это раз. Второе, то, что не перекрыли Лачинские коридоры, поставили Орцах на грань гуманитарного кризиса, и фактически это начало геноцида, они себя поставили в очень невыгодное положение, дали карт-бланш Армении. То есть, если провести некую параллель, вот, например, с шестидневной войной, которую вел Израиль против арабских стран. Там, как это все получалось? Сначала, первые годы, Израиль выступал с не очень выгодных позиций, потому что его рассматривали как агрессора. Потому что в течение многих арабо-израильских войн, Израиль, даже вне зависимости от того, кто первый напал, это даже сейчас не важно, да, важно то, как это выглядит в СМИ, и как это выглядит в глазах политиков. Израиль оккупировал палестинские территории, Израиль рассматривался как агрессор. А потом арабские страны, ближе к 67-му году, совершают большую ошибку. Когда Гамаль Абдельнасар заявляет, что он хочет Израиль скинуть в море, что Израиль — это раковая опухоль на теле Ближнего Востока, они поддерживают террористические группировки, там, в частности, Черный Сентябрь и все прочие, вот эти палестинские, которые угоняют самолеты, требуют там освобождать террористов из израильских европейских тюрьм. То есть, они себя полностью дискредитировали. И за несколько дней до начала Шестидневной войны, которую Израиль в очередной раз начал сам. Но у него уже был карт-бланш. Когда президент Египта заявил, что мы хотим уничтожить Израиль, и, кстати, помню, когда я читал мемуары Гамаль Абдельнасара, он писал, что он действительно делал это заявление для Каирского радио, но он признался, что это заявление было сказано... То есть, оно, возможно, дословно в переводе с арабского звучало не очень корректно. Но он объяснил, что, в принципе, речь шла не то, что вот прямо физически уничтожить, а мы в смысле хотели восстановить наши попранные права и наших палестинских братьев. Но, видимо, в английском переводе как-то переначали, перекрутили, и общественное мнение всего мира было на стороне Израиля. В этот момент Израиль ударил по ним. Поэтому, когда Израиль за неделю разгромил все арабские армии, захватил территорию в три раза больше, чем собственная, все симпатии были на стороне Израиля. Теперь возвращаясь к Армении. К сожалению, Армения находится сейчас немного не в том положении, как Израиль в 1967 году. Потому что Израиль готовился к войне на протяжении всего своего существования. Израиль смог к этому моменту сколотить армию, которая по количеству танков и самолетов превышала армии Франции и Англии, например. То есть, там военный бюджет доходил до 40% МВП страны. То есть, Израиль реально знал, что будет очередное столкновение и победит сильнейший. Поэтому они выждали момент, когда арабы совершили тактическую ошибку и ударили. Что касается Армении, Армения не в том положении, мне кажется, сейчас, чтобы реально ударить и отвоевать какие-то земли. Мы знаем, в каком состоянии находится армянская армия. Она просто не в силах это сделать. Ну и нет той поддержки международной, какая была у Израиля. Я все-таки согласись. Ну, Азербайджан очень много ошибок совершил. И что бы сейчас ни делала Армения, все равно будет вот этот карт-бланш. Другое дело, что может сделать Армения? Если проводить, опять же, параллель, на территории Израиля никогда не было ни одного иностранного солдата. Ну, допустим, поскольку это союзники США, там никогда не было американских военных баз. И Америка никогда не определяла, что Израилю делать. То есть, да, они, конечно, могли оказывать давление, рекомендовать или не рекомендовать, но Израиль ударил по арабским странам свой страх и риск, чем, собственно, поставил своих американских союзников. Очень, ну, мягко говоря, неприятное положение. Я не знаю, насколько это будет для тебя неудобный вопрос, но сегодня Израиль активно помогает Азербайджану бить по Армении. Ну, я бы не сказал, что помогает Азербайджан бить по Армении. То, что Израиль является поставщиком оружия Азербайджану, ну, туда десятки стран поставляют оружие. И, кстати, больше всех оружие поставляет Российская Федерация. До сих пор? Я не знаю, вот как сейчас, на данный момент, мне трудно сказать. Но если почитать, чем вооружена азербайджанская армия, процентов на 70 – это российские вооружения, причем в том числе самые современные. То есть Россия является гарантом стабильности на Южном Кавказе и поставляет оружие и тему другим. Почему тема Израиля вот так актуальна? Мне трудно сказать. Ну, наверное, да, были израильские беспилотники, да, были израильские эти все системы наведения, ракетные системы. Но мне кажется, здесь больше некое такое, исходящее от российских структур, желание переложить вину на кого-то другого. Ну, потому что гораздо выгоднее, скажем так, обвинить Израиль в том, что произошло в Арцахе, хотя Израиль, насколько он, четвертый или пятый по важности поставщика оружия Азербайджана. Потому что Россия не может это взять на себя. Потому что имя России так максимально дискредитировано в Армении из-за известных событий. Ну, объективно говоря, то есть я не пытаюсь защищать Израиль, потому что у меня есть израильский паспорт. Я очень много за что Израиль осуждаю, и очень много я делал, чтобы, скажем так, призвать Израиль к какой-то юридической, политической ответственности за некие их действия. Но в данном случае я считаю, что это преувеличено. Задача Израиля — получить некий такой плацдарм на случай будущей возможной войны с Ираном. И другой страны, которая готова настолько плотно сотрудничать с Израилем, просто нет. С одной стороны находится Ирак, который с Израилем в состоянии войны, Армения, которая находится под Россией, с другой стороны Пакистан, который не признает Израиль как государство, и на юге находятся Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, с которыми только-только-только начали налаживать отношения. А Саудовская Аравия Израиль опять же не признает. То есть у них остается единственная возможность — это Турция и Азербайджан. Удастся ли Азербайджану установить этот так называемый Зангизорский коридор? Если честно, я думаю, что он Азербайджану и не нужен. Это возвращаясь... То есть дело принципа получается. Потому что он настаивает, Алиев, об этом на каждой встрече, в каждом своем публичном выступлении и так далее, и так далее. Более того, он заявляет, что уже с двух сторон, в принципе, работы где-то уже даже закончены. И, в принципе, остается этот кусок через Армению провести и соединить с участками, которые идут, собственно, из Азербайджана и Нахичевана. Ну, давай сразу отделим коридор от просто границы. То есть то, что там проходит дорога через Сесиан и Джермунка через Сесиан и дальше через перевалы в Нахичевань, эта дорога была еще и в советское время, тут ничего нового нет. То, что на ней строят таможенные пункты с азербайджанской стороны и, насколько я смотрел на картах Гугла, и с армянской какие-то работы ведутся, в этом ничего такого нет. То есть если будет заключен мирный договор, почему бы не открыть обычную границу... С юрисдикцией армянской стороны? С юрисдикцией армянской стороны, конечно. На этом участке. Да, да. Обычно такая же, как с Грузией граница. То есть в этом ничего такого нет. То есть любой, кто заезжает на территорию Республики Армения, проходит таможенный паспортный контроль, в этом ничего необычного нет. Теперь что такое коридор? Коридор — это, получается, возможность Азербайджана бесконтрольно следовать через территорию Армении, и там будет, ну, примерно как Лачинский коридор, пару километров туда, пару сюда от этой дороги и дорога... Естественно, что это абсолютно неприемлемо, и я думаю, Армения даже не рассматривает такой вариант. И более того, я думаю, даже это не нужно Азербайджану. Это, возвращаясь к восточному торгу, они сначала требуют много, а потом, когда Армения под давлением обстоятельств, под давлением Лачинского коридора, под давлением оккупированных территорий, под давлением блокады, она уже готова практически на все, оказывается, что им-то нужно немножко. А нужно им что? Просто договор о границах, чтобы они присвоили себе арца. И к тому же, если уж говорить про коридор, то им выгоднее коридор мигринский. То есть, если даже посмотреть географически, там проходит железная дорога, и в советское время проходила, и автодорога. Там равнинная местность, очень удобная для попадания в Нахичевань. Причем там, со стороны Турции, железная дорога доходит практически до Игдыра. То есть, им осталось достроить буквально 60-80 километров железнодорожных путей, и они соединят фактически Баку железной дорогой с Турцией. И это именно через Мегри. А вот этот коридор, который проходит сначала через перевалы, которые находятся в районе Джермука, то есть, там перевалы по 3000 метров. И плюс, потом перевалы в Нахичевань, где вот это село Хачик, кажется, там тоже начинаются вот эти перевалы. То есть, для того, чтобы там выстроить нормальную, адекватную дорогу, по которой будет круглый год идти транспорт, там надо пробивать туннели длиной десятки километров на территории Армении. А без этого, зимой там будет все закрыто, там будет все в снегу и во льду. Ну, даже летом, там такие серпантины, я вот там ездил, там такие серпантины, что даже фуры нормально не пройдут. Поэтому я не верю в то, что азербайджанцы прямо всерьез пробивают этот коридор. Ну, возможно, России нужен коридор. Вернемся к твоим делам скорбным. Насколько я знаю, не так давно комитет по правам человека ООН выступил в твою поддержку практически. Расскажи немножко об этом. Это интересная история, приятный сюрприз для меня, потому что я от ООН давно ничего не жду, как и армяне давно же ничего не ждут от ООН. Бывший глава Израиля Давид Бен-Гурион, он говорил «Ум-Шмум». «Ум-Шмум» — это аббревиатура на иврите «Объединенные нации». «Ум-Шмум» — ну, это просто, как говорят, шашлык-машлык. Поэтому, когда Бен-Гуриону говорили, что если мы ударим по арабским странам, нас осудит ООН. Он говорит, ну и что? «Ум-Шмум». Они ничего не решают, мы что захотим, то и будем делать. Так вот, возвращаясь к ООН. Я, честно говоря, всегда именно так ООН и воспринимал, как, собственно, и любые другие европейские, общемировые организации. Но вдруг произошло чудо. Когда я еще был в тюрьме, моя супруга писала жалобы в ООН. Я еще был в азербайджанской тюрьме. Были последние месяцы пребывания там. Она написала жалобы в ООН на незаконную выдачу меня Азербайджану. Там было очень много процессуальных нарушений. То есть столько лет рассматривалось все это дело в ООН? Ну да, да, получается, это 17-й год, да, сейчас у нас 22-й. Почти пять лет. Сентябрь. Да, практически пять лет это рассматривалось. Она написала жалобу. Она еще тогда даже не знала, что на меня будет совершено нападение. Она не знала, что меня потом помилует Алиев. Это все она не знала. Она тогда писала сама жалобу. Причем она у меня, скажем так, германовед. Английский для нее не самый идеальный язык, который она знает. Для нее скорее немецкие языки и скандинавские. Тем не менее она подала эту жалобу. И уже потом, когда меня освободили, я вступил тоже в переписку с Комитетом по правам человека ООН. Я добавил, что было выиграно дело в Европейском суде в Страсбурге, что Азербайджан призван виновным в незаконном аресте, в пытках, покушении на убийство. И такое впечатление, что решение ЕСПЧ дало какой-то толчок для ООН. Ну, не секрет, что все эти бюрократы, евробюрократы, эти нью-йоркские бюрократы в ООН, они все боятся брать на себя ответственность. А здесь получается другая уважаемая структура, то есть Совет Европы, Европейский суд уже вынес решение. И буквально после двух-трех писем, которые написал, в течение нескольких месяцев, вдруг мне приходит решение ООН. И оно выложено и на сайте ООН, и пришло в виде чуть ли не сорока-страничного доклада, где описывается условно от Авраама к Исааку, Сааку по-армянски. Значит, вся история, с чего началось, с чем закончилось. И помимо того, что там фиксируются те моменты, которые со мной происходили, но это мы все знаем, арестовали, держали, забили до полусмерти, в суде проиграли, это мы все знаем. То, что, вот я хотел бы на чем заострить внимание, то, что касается интересов конкретно Армении и Арцаха. Там написано, что комитет по правам человека ООН приходит к выводу, что уголовное преследование журналиста или просто любого физического лица, который посетил тот или иной конфликтный регион мира, включая Нагорный Карабах, не может являться уголовным преступлением. И преследовать человека по этим основаниям противоречит правам человека. И далее, значит, выносится решение признать Республику Беларусь виновной в незаконном аресте и незаконной экстрадиции в Азербайджан, а Азербайджан призвать виновных в грубом нарушении прав человека на право журналистской деятельности и на право реализации прав человека. Там еще упоминаются о нескольких предложениях, что народ Нагорного Карабаха, население Нагорного Карабаха, как и население любого другого региона мира, имеет право на какие-то связи, коммуникации с внешним миром. И то, что туда приехал какой-то иностранец, причем из третьей страны, это не может быть никак уголовным преступлением. А если кому-то препятствует, попадая на Нагорный Карабах, этим нарушают права жителей Нагорного Карабаха. На мой взгляд, это просто замечательное решение. То есть, наверное, впервые за 30 лет Карабахского конфликта ООН вносит резолюцию, после четырех резолюций против Армении, еще тогда, вносит пятую резолюцию против Азербайджана, что посещать Карабах можно. А теперь, как говорится, ложка дегтя. Казалось бы, это же прекрасное решение. Реально, даже отбросить, вот мою имя и фамилию просто убрать и оставить вот тут кусок, где конкретно о том, что посещение Карабаха не может быть головным преступлением. Властям Армении надо это использовать. Ну а что, ты думаешь, кто-то это использует? Да всем наплевать. И вот это то, что меня огорчает. Потому что, когда я общаюсь, встречаюсь с какими-то европейскими чиновниками, они все мне задают один и тот же вопрос. Это же козырь конкретный, козырь в руках армян. Они что, не понимают? У них что, нет грамотных политиков, грамотных юристов? Ну хорошо, на уровне омбудсменов это тоже не решается. Прошлого, нынешний. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Мне об этом неизвестно. С прежним омбудсменом Арманом Татуяном я был в контакте. Я его считаю человеком порядочным и профессионалом высочайшего уровня. Но сейчас он не омбудсмен. Сейчас у него своя есть организация, которая занимается защитой, соответственно, армянских и арцарских интересов. Но он никак не связан с государственной деятельностью, у него свое. А тот омбудсмен, который сейчас, я даже не знаю, как его зовут. Это она. Она. То есть я не знаю, как ее зовут. Никогда не встречался, не общался ни с ней, ни с сотрудниками ее офиса. Почему они сами не мониторят и не отслеживают настолько важные для интересов Армении решения, мне сказать трудно. Да, а вот в Баку вы этим не применули бы воспользоваться. Это в обязательном порядке. Там они очень четко все мониторят. Потому что действительно, чисто, если взять дух и букву международной юриспруденции, то у них очень много проколов. Чисто гуманитарных. По нарушению прав человека. По нарушению свобод, собственно, своих собственных граждан. И теперь они еще и хотят армян Нагорного Карабаха расположить под своими флагами и заставить жить по своим законам. А Нагорный Карабах, хотя там и уже много лет действует военное положение, по всем понятным причинам, это вполне состоявшееся демократическое сообщество. И все об этом знают. И, кстати, на международных площадках это тоже прекрасно понимают. Я бы хотел попросить в нескольких словах рассказать, куда теперь из Еревана. Я в очередной раз лечу в Европу, буду в том числе в Совете Европы, будет пара встреч с правозащитниками. Это то, чем я занимаюсь постоянно. Это не первая поездка и не последняя. Весной будет поездка в Канаду и в США по тем же самым вопросам. Но я опять же возвращаюсь к ложке дегтя, пользуясь возможностью высказаться на эту тему. К сожалению, то ли в силу непрофессионализма нынешних руководителей, я не хочу говорить высших руководителей Армении, но некого такого высокого звена, возможно, министерского, невысокого профессионализма, то ли в силу того, что у них есть какие-то интересы, которые более важны, чем интересы народа и государства, ну, например, личного обогащения. Мне трудно сказать. Я не берусь судить, я с ними не знаком. Но по каким-то причинам эти люди всеми своими действиями как бы намекают мне, что пусть твоя борьба будет твоя, а мы будем дальше лететь, так сказать, в пропасть на нашем поезде. И получается так. Вот у меня недавно была беседа с бывшим депутатом израильского Крессета, парламента. И она мне сказала интересную вещь. Она сейчас в оппозиции, эта девушка. Она мне сказала интересную вещь. Армения — это failed state. То есть провальное государство. Зачем тебе это вообще все нужно? И она говорит, ты посмотри, все, за что ты берешься сам, европейский суд, ООН, какие-то встречи, выступления, все получается идеально. Как только ты пытаешься каким-то образом поднять тему армян и карабаха, все получается плохо. И плохо почему? Потому что они либо не способны, либо не готовы защищать свои собственные интересы. Ты делаешь, что хочешь, ты сам себя определяешь цели, ты сам идешь к ним. Я от души желаю тебе счастливого пути, куда бы ты ни ездил. И возвращайся, потому что Ереван получается твой дом. Как бы здесь ужасно временами ни было. Спасибо. 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 Это был Круг общения. С вами был Ашот Газазян. Увидимся еще. Панфайл. Субтитры создавал DimaTorzok